для того чтобы лучше понять смысл любой карты из колоды тару нужно знать для нее архетипические соответствия нужно знать реальных или мифических персонажей которые своими вибрациями с вибрациями карты совпадают поэтому являются для аркана архетипами так вот для 13 аркана для карты смерть подходят все персонажи из мифов или реальных историй которым пришлось пережить смерть или переродиться возродиться к новой жизни мне кажется что для нас с вами самый известный и понятный персонаж из таких это баба яга знаете баба яга это ведь очень содержательный образ избушка ее стоит не где-нибудь а между полем и лесом образно между жизнью и смертью избушка это умеет поворачиваться в обе стороны то есть баба яга имеет возможность выходить и в мир живых и в мир мертвых сама баба яга вроде бы двигается и творит как правило дурные дела хотя не всегда и в то же время у нее костяная нога подумайте то есть она явно не до конца живая вот архетип для 13 аркан вот такой баба яга на самом деле их много их много в греческой мифологии друзья дорогие зрители здравствуйте я предлагаю вам сегодня сравнительно новое средство самопознание самоидентификации я уверена что вы очень много знаете про себя знак зодиака и группу крови возможно знаете в какой лунный день вы родились сегодня давайте посчитаем число рождения и узнаем вашу карту рождения с точки зрения предсказательной системы таро сделать это очень просто вам нужно всего лишь сложить последовательно между собой все цифры даты вашего рождения вас должно получиться число от 1 до 21 потому что мы учитываем только старшие арканы а последняя карта в старших арканах это аркан как раз 21 22 нет поэтому если у вас получается число больше когда вы все сложили то складывайте цифры заново между собой например если получилось 22 складывайте снова 22 тогда получите цифру 4 и если вы все посчитали если вы все правильно сделали если у вас в результате всех сложений получилось число 13 то моё видео для вас число 13 соответствует 2 13 аркан и карта смерть так называется карта рождения для вас не торопитесь пугаться я расскажу почему ну во первых начнем с числа число 13 есть отдельные личности и целой культуры целой народа избегающие этого числа но считается нехорошим и я догадываюсь почему вот число 13 какое-то лишнее она выпадает из привычного закономерного круга чисел если мы будем мерить все дюжинами по 12 12 знака зодиака 12 месяцев в году а тут вдруг 13 до что-то тринадцать и что-то лишнее слышится в этом числе ну и название карты смерть пугающие неприятные это то чего хочется не слышать и чего хочется избегать но не все так страшно во первых вы можете сложить цифры еще раз сложить 13 тогда у вас получится 4 и ваша карта рождения тогда будет 4 это карта император про нее отдельный разговор но если вы признаете все-таки карту смерть и 13 аркан своей карты свои карты рождения то знаете с точки зрения предсказательной системы таро смерть это не совсем то что о чем мы привычно думаем слышу это слово смерть это окончание да это перемены это трансформация реинкарнация и в конечном итоге некая даже исцеляющие жизненное начало давайте рассмотрим теперь как выглядит карта вашего рождения в разных колодах таро вот например знаменитые карты таро кроули у кроули как всегда все особенно запутано и особенно символично вот эта иллюстрация а что пишет сам автор что же изображено на карте но в двух словах и так на переднем плане мы видим танец смерти который воплощает принцип умри и родись то есть здесь центральная фигура это скелет с косой немножко ниже изображена клоака который зарождается новая жизнь из нее выходят светящиеся новые фигуры и растворяются во времени и пространстве смерть есть то что избавляет от шлака пишет кроули это и этот вечный движущий импульс избавления и импульс вечности символизирует кто ну вот конечно скорпион потому что астрологические соответствия имеют все карты таро карта имеет астрологическое соответствие самое выразительное самое главное со скорпионом со знаком скорпиона поэтому на карте есть безусловно скорпион с непременно с ядовитыми шипами рядом с ним умирающие болотные растения лотос и лилия а заодно есть змея рыба и орел которые символизируют воскресение реинкарнацию и трансформацию вот так германцы древние германцы это продолжают кроули описывать изображение здесь на этой карте знали своего бога озина который мог путешествовать астрально перемещаться в другие места принимая разные формы тогда его тело оставалось неподвижно как будто бы он спит а сам он принимал облик птицы либо какого-то дивного животного и возможно скорпиона облик скорпиона он принимал либо рыбы либо змеи и так если число рождения для вас 13 и карта рождения ваша смерть то безусловно вы человек находящийся в постоянном движении человек готовый преображаться практически каждый день и вы готовы избавляться от ненужного о чем бы ни шла речь вещи деньги принципы или отношения и ну с таким характером понятно что ваша жизнь полна перемен которые никто и ничто не смогут остановить и часто совершенно случайные обстоятельства как бы расчищают путь для вашей новой жизни путь для ваших новых усилий и выводят вас в итоге на какой-то новый уровень судьбы вспомните было так вы готовы отрекаться и отказываться жертвовать особенно если увлечены идеей но когда ваши планы не состоялись и разлу разрушились вы их легко забываете отказываетесь от них и приносите в жертву времени а предаете эти планы забвению в то же время вы всегда удивительно готовы к новой жизни и не так важно какой она будет это самая новая жизнь потому что вы умеете смиряться принимать должное принимать неизбежное вас не всегда можно назвать сильными людьми потому что вот как раз силы и от вас или из вас часто и быстро уходят вы умеете обесточиваться силы жизнь вот уходят из вас как буквально как ток из розетки и в результате все ненужное отжившие от вашей жизни отваливается само собой без каких-то специальных ваших усилий ну а вы вздыхаете с облегчения правда люди у которых карта рождения смерть ведут себя как правило очень естественно и вместе с тем строго вы почти никогда не ошибаетесь если оцениваете прошлое или настоящее или если пытаетесь предугадать будущее часто ощущается необходимость поменять работу поменять дом ну и вообще необходимость подвести некую черту под текущим этапом жизни карта смерть вот она снова особенно работы и проявляется у вас на возрастных жизненных рубежах 40 лет 10 лет 60 лет именно карта рождения вот эта карта рождения дает вам старт возможность переходить в новое качество становиться качественно новым человеком но знаете из плохого а это тоже есть неизбежно карта смерть как карта рождения может давать вам страх перед жизнью и тогда вот это вот крылатая фраза как страшно жить становится буквально вашим девизом этот страх непреодоленный если он непреодолен это плохо потому что он заставляет вас сильно замыкаться в себе или не знаю что хуже находить утешение в иллюзиях в неком буквально иллюзорном мире и в итоге как карта рождения смерть может проявляться в такой суровости поведения суровости ваших взглядов и в некой ну хотя бы внешней подавленности или с даже скорби карта дух ангелов вот это вот тоже очень красивые карты такая содержательная колода карта смерть вот так вот она выглядит здесь тот самый тоннель который многие представляют как переход в новую жизнь или переход на качественно новый уровень жизни и здесь на старших арканов изображены ангелы колода так называется следование ангелом и эти ангелы с их подлинными настоящими древними красивыми именами на карте смерть изображен ангел смерти эзраил так вот его зовут так ангел смерти вот здесь маленькое такое изображение но впечатляющая иллюстрация очень здесь такая композиция духе ренессанса вы чаще других размышляете о сути событий размышляете о прошлом и будущем и среди вас встречаются по-настоящему тяжелые люди способные влиять негативно влиять на судьбы других окружающих вы умеете резко отказывать умеете резко бросать резко уходить умеете разрушить что-то или сказать нет очень уверенно и вы очень мало включены очень мало погружены в среду вы всегда сами по себе поэтому карта смерть как карта рождения дает вам малую интеграцию слабую интеграцию в ну коллектив например трудовой или даже в семью вы везде в любой среде оказываетесь как бы чужеродным телом случайным гостем профессия человека смерти может быть связана со смертью напрямую то есть может быть буквально опасны для вас или для людей вокруг это хирург это автогонщик это летчик-испытатель людям смерти подходят профессии связанные с дорогами с сезонными со сменой времен года то есть подходит сезонная работа ну и конечно подходят профессии и занятия связанные с риском какие опасности связанные с профессией и с работой дает вам смерть как карта рождения слишком большой риск затрачивать колоссальные усилия на работу или на бизнес усилия которые несоизмеримы с возможным результатом это тот случай когда вы очень сильно стараетесь и буквально искусственно удерживайте себя на плаву искусственно изо всех сил справляетесь с работой или вытягиваете бизнес посредством бесконечных финансовых инвестиций а вот естественное развитие естественный успех никак не приходит никак не начинается то есть работа может давать даваться категорически трудно ценой невероятных усилий и самое обидное что это все не не всегда понятно зачем то есть вы можете в работе в профессии даже в образовании в учебе предпринимать шаги заведомо отчаянные и не ведущие какому-то конкретному полезному результату и интересно что вы как правило сами можете предвидеть конец разрушения вы можете предвидеть какое то есть какие-то естественные перемены которые перекроют вам путь в профессии или в бизнесе которые не дадут вам развиваться дальше и не дадут вашему профессиональному проекту выйти на какой-то такой естественный успешный уровень часто в работе в профессии людям смерти приходится переживать трудные времена когда нужно спасти остатки остатки прежнего успеха остатки прежних прибылей прежних каких-то денег трудные времена когда которые нужно только лишь пережить еще для людей смерти характерно смены занятия смены рода деятельности по естественным причинам знаете профессии часто изживают себя не не просто компания закрывается а профессии живая от себя ну я не знаю из старого там когда-то потеряли работу все извозчики или все печники или все фонарщики и мы живем тоже в активное время и каждый день какие-то профессии становятся совершенно ненужными вот оказаться такой ситуации очень характерно для вас очень характерно для человека смерти сегодня от развития все кончилось естественным образом но конечно могут быть какие-то легкие проходные варианты просто закончилась например закрылась предприятие на котором вы работаете а по вашей специальности другого предприятия другого места в вашем конкретном городе нет все и вам нужно переквалифицироваться переучиваться или вообще уезжать куда-то в другое место знаете как в каком-то городе закрылся аэропорт поэтому все летчики должны либо переучиться на программистов либо уехать в другой город где этот аэропорт и есть вот такие истории характерны для людей смерти ну и вообще знаете вот какие-то глобальные изменения связаны с профессии с работой с бизнесом неизбежно вас настигают на разных этапах в разные моменты успешные или не успешные и как правило вот как карта рождения смерти рекомендует вам в кризисные моменты фирму закрывать если это возможно переименовать ее или уехать и открыть компанию в другом месте а дальше что мы посмотрим золотой таро карты изображают скорбную женщину на фоне заката но здесь в основном цветовая гамма выразительная какая-то такая тревожная втором арчете более используют вот здесь геральдические геральдические какие-то символы которые тоже в себе что-то содержат не будем мы может быть детально на этом останавливаться но по картинке по изображению понятно вполне себе о чем идет речь полна скорби иллюстрация на карте смерть в колоде 78 дверей посмотрите здесь уже совсем абсолютно откровенно напрямую отождествляется отождествляются вибрации карты со знаю что там с могильным камнем с болью утраты мне кажется это все слишком буквально ну не в духе таро двусторонние таро о двусторонние таро изображает смерть это один из всадников апокалипсиса как известно но и для смерти есть судьи вот видите здесь есть это персоны которые могут смерть установить это же двусторонние таро с другой стороны тоже есть иллюстрация видите как поскольку по-другому явление смерти выглядит глазами вот этих вот людей которые смотрят ей в глаза свою очередь затем но это вот эти карты называются по моему секрет таро здесь снова лошадь снова коса ну алик самой смерти какой-то такой очень сокрытый очень размыто здесь тоже тревожная цветовая гамма тоже понятно что карта это нелегко непростая и заслуживает внимание еще карты райдера этом здесь тоже смерть в виде рыцаря на коне но символизм карты в том что всадник сама смерть смотрит на восток направо на восток то есть на восход на восход новой жизни то есть сама смерть таким образом ну вот ориентируется на все таки на новое ориентируется сама и ориентирует нас на новую жизнь но вот люди которые перед этим всадником стоят их лиц обращены на запад к закату то есть они видят только конец и в этом проблема человеческого восприятия человеческой философии именно в том что люди встречаясь с необходимыми переменами которые несет эта карта видят них только конец только плохое только закат и готовятся там принимать худшее что ли такой смысл вот в эту в этой карте вложен еще у меня есть такие вот карты 2 импрессионистов но здесь тоже очень выразительная картинка посмотрите никакого надгробия никаких черепов здесь нет и тем не менее можно догадаться о чем идет речь 13 аркан поле пустынная дорога грозовое небо и черный ворон что ж ты вьешься над моей головой ты добычи не дождешься так и хочется сказать вы конечно прорицательная и обладаете даром прозрения в отношении себя в отношении других особенно точно предсказываете события которые которым предстоит какой-то неизбежные драматический финал но поскольку люди смерти это фигуры все-таки у нас не не веселые не комедийные вы фигуры драматические поэтому вот особенно интуиция и вот этот вот дар ясновидения включаются у вас в моменты когда есть драма может быть даже трагедия ну в какие-то знаете вам легче предсказывать кризисные события легче чем предсказывать о события радостные а вот своеобразный совет дает вам смерть качество карта рождения избавляйтесь от мусора все 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 выбрасывайте даже если после этого у вас останется всего совсем мало все равно выбрасывайте это если речь идет о вещах каком-то мусоре в голове почаще очищайте корзину на своем компьютере удаляйте ненужные файлы удаляйте ненужные фото из своего телефона и даже кстати лишний вес вам вот категорически противопоказан потому что лишний вес это мусор а ваша жизненная задача постоянно непрерывно от мусора этого избавляться поэтому вот в вашем случае явно лучше если про вас говорят кожа до кости нежели что-то другое нежели наоборот кровь с молоком вот это вот как раз выражение вам не подходит в общем все у вас есть для жизни в счастье у вас есть твердый характер у вас есть какая-то особенная проницательность иногда люди смерти бывают даже внешне как-то особенно незаурядно красивы а не хватает только одного как вы думаете чего правильно умение легко по-детски радоваться жизни и этому конечно научиться ну как всегда труднее всего рассказать про личные отношения для людей смерти отношения дружеские или любовны здесь как вы понимаете все достаточно непросто знаете это выражение любовь до гроба грубовато но правда именно такие чувства невероятной силы могут на протяжении жизни в разные моменты жизни вас накрывать от них никуда не деться вообще карта смерть описывает любовной истории с таким серьезным драматическим накалом что-то шекспировская просматривается в каждой вашей любовной или романтической истории и с одной стороны это страх потери отношений который может преследовать вас всегда буквально с первого дня и до самой золотой свадьбы если вы долго с вашим партнером с мужем например находитесь с другой стороны смерть как карта рождения очень привязывает вас вас к человеку который рядом с вами привязывает но знаете такими напряженными узами и в то же время смерть как карта рождения описывает вам разные естественные окончания любовных историй знаете расстаются иногда люди естественно и говорят потом жизнь развела в отличие от других которые говорят не сошлись характером естественно расстались естественно закончилась любовная история или естественно переродилась возможно это разлука знаете такая вот неизбежная которая разбрасывает вас на разные континенты и отношения просто очень естественно и неизбежно изживают себя потому что в разлуке не получается их поддерживать с картой смерть с этим тринадцатым арканом любовные отношения могут очень сильно перерождаться ну напрашивается да от любви до ненависти один шаг то есть любовь может у вас перерождаться буквально в ненависть в настоящую может быть не открытую но все-таки вражду а чаще мне кажется что любовь для вас перерождается в дружбу то есть приобретает какое-то новое качество естественным образом супруги страстно любившие друг друга с годами становятся друзьями и уже не помнят и не представляет ту страсть которая когда-то их объединяло и конечно чувства ваши могут вот по-настоящему умирать знаете выгорать дотла до такой степени до такого состояния когда вообще ну вот ничего не остается и вам даже а странно и невозможно вспомнить глядя на человека что вы его когда-то любили общий совет про любовь для людей смерти такой он вообще общий он для вас про все выбрасывайте мусор избавляетесь от мусора том числе от отношений давно изживших себя которые вы почему-то тащите тяните но для вас от путь к перерождению к свободе совет подходит наверное большинству людей но вам подходит как-то особенно вам особенно не нужны не перспективные любовные истории или даже дружества по состоянию здоровья смерть как карта рождения обещает вам болезни и болезненное состояние когда нужно от чего-то избавляться или что-то удалять то есть могут быть новообразование опухоли и вообще что-то подобное а еще смерть описывает сложное трудное здоровье ментальное состояние депрессии может быть характерно для вас состояние ну просто такой знаете общей подавленности или утрату веры смысл жизни за психическим или скорее даже психологическим здоровьем поэтому нужно следить